Мы проанализировали динамик натуральных и финансовых показателей данного предприятия с начала 2020 года. И за это время мы видим, что у нас количество посетителей основной категории снижается на 12% к соответствующему периоду прошлого года. Если в прошлом году их было 6760, то в этом 5962. Количество льготной категории при этом, наоборот, увеличивается. Если в прошлом году их было 4,418, то в этом 4912. То есть мы наблюдаем изменение структуры качественного состава посетителей. При том, что общее количество посетителей остается примерно на том же уровне. Таким образом, недополученный доход от планируемых сумм за январь и февраль составил порядка 140 тысяч рублей. Да, в целом, по итогам января месяца финансовый результат положительный, это 45 тысяч рублей. Но необходимо иметь в виду, что зимние месяцы являются пиковыми. И в это время создается финансовый резерв на летние месяцы, когда количество посетителей существенно снижается. И горожане, в большей части, уезжают на дачу или на природу. Сделав проекцию с имеющейся уже динамикой за два месяца на весь 2020 год, мы приходим к выводу, что убытки по итогам года могут составить около миллиона рублей. Изначально мы закладывали, что прибыль по итогам 2020 года будет. Небольшая, но будет. В связи с этим мы выходим с предложением о наделении администрации Балаковского муниципального района полномочиями по установлению тарифа с целью появления возможности более гибкого и оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию. Продолжение следует...